всем привет для тех кто меня смотрит хочу заранее попросить прощения за то что я давно не выставлял видосы я был очень занят другими проектами один из последних проектов которые я сделал был гараж для моего друга томаса это гараж для детей линга изначально он привел меня в этот гараж и там не было ничего были просто голые кирпичные стены разбитый бетонный пол и в общем все было в ужасном состоянии но мы с ним быстренько обсудили что и как должно быть будущем и через 3-4 недели у нас уже был готов гараж я сделали гипсовые стены все утеплили провели вентиляцию установили дополнительные радиаторы залили новый пол сделали потолок из профнастила установили мега крутой свет и получилось вообще бомба было очень приятно работать с томасом воплощать какие-то наши идеи в реальность надеюсь что он очень скоро обставил гараж необходимой техникой и соответственно начнет там работу и вот у меня наконец-то появилось время для себя и сегодня я хочу немножко поработать на своей мастерской а именно сделать раковину это то чего тут очень не хватало раковина тут есть но чтобы помыть руки меня спускаться на этаж ниже идти по длинному коридору и только там я могу помыть руки это никуда не годится и поэтому я решил что сегодня я сделаю тут раковину думаю что я хочу я сделать в этом углу и основой для самой раковины будет вот этот ящик скорее всего мне придется его подпилить сбоку и сзади чтобы он заходил на этот короб и тут не было такого огромного расстояния между стенкой ящиком и по моим расчетам он должен стать примерно вровень с дверным проемом сама раковина у меня тоже больше чем сам ящик поэтому мне придется увеличить верхнюю часть этого ящика ладно думаю что для начала я поработаю над своим ящиком надо его почистить отшлифовать немножко состарить придать ему так сказать немножечко шарма я не хочу оставлять эти петли хочу заменить их на другие но чтобы они были снаружи и возможно с другой стороны но шурупы тут зажавели поэтому придется мне их спилить теперь когда я все разобрал настало время хорошенечко его зашлифовать думаю что у меня остался смешной треугольник на лице конечно если бы я захотел я бы мог полностью его шлифовать покрасить довести его до ума но мне это не надо мне гораздо больше нравится в таком состоянии так у него есть какая-то история на него интересно посмотреть я думаю в конечном результате это все будет выглядеть очень хорошо вместе вообще как бы эта часть это верх но поскольку я буду менять вверх все равно они из довольно гнилой я его переверну и вверх станет у меня низом а эту часть его легко заменить по то что мне надо по моим вычислением чтобы это хорошо сюда зашла мне нужно нарастить к верху примерно еще сантиметров 20 в эту сторону и 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 изначально хотелось становись раковину вот таким образом но я понял что она будет слишком сильно были зато поэтому я решил удлинить ящик с каждой стороны но он пока вы не смотрели я установил две стенки по бокам что удлинить ящик установил верхнюю часть и теперь мне осталось только подпилить вот тут сзади и тут сбоку чтобы ящик идеально вошел в этот короб ну вот все подошло в идеально вроде все вроде сидит как надо по размеру теперь можно поставить дверь тут у меня есть сифон который я сейчас установлю в раковину но постольку поскольку у меня нету здесь канализации мне придется использовать это ведро то есть вся вода будет стекать в это ведро и и когда ведро будет наполняться я его буду вливать вот мы собрали всю раковину и сейчас подключение воды к сожалению тут тоже нет поэтому мне придется собрать воду из этого резервуара он будет установлен чуть выше вот на эту вода из этого резервуара будет подаваться в кран по блютузу шучу она будет подаваться по этому шлангу чтобы подключить шланг к резервуару с водой я хочу использовать этот вентиль с ниппелем изначально я думал просверлить эту дырочку ставить сюда вентиль и с другой стороны затянуть его гайкой но сейчас я понимаю что сюда я не рукой не плечом не ничем не подберусь чтобы затянуть с другой стороны гайку поэтому мне придется просверлить дырку и хорошенечко его туда вклеить ниппель я буду вклеивать по помощи двухкомпонентной эпоксидки я думаю что она нас мне достаточно герметичности чтобы мой резервуар не протекал система подключения воды крану очень простая у крана есть два выхода для горячей или холодной воды оба шланга от крана я скручиваю этим тройником в этот тройник вкручиваю опять же ниппель для шланга и сверху подключаю шланг чтобы избежать протечек на резьбу наматываю фум ленту сейчас будет момент истины я забил резервуар воды и мы узнаем работает ли моя система больше всего мне интересует хватит ли давления чтобы вода нормально тепла из крана если не хватит скорее всего придется резервуар ставить гораздо выше чтобы создать больше давления но сейчас мы проверим как оказалось у меня в мастерской нету воронки поэтому мне придется использовать вот это я залил примерно пол бака воды где-то 10 литров пока что вентиль открыт сейчас мы его откроем немножко протекла сейчас мы его откроем но все подключено и узнаем будет ли работать моя система раз-два-три учета что-то очень медленно заходит вообще еле-еле заходит набирается тут а наверно надо было открыть кран чтобы проходила больше воздуха что-то есть что-то не очень чудо так все давление что-то тут не то что-то тут не ладно в общем я разобрался в чем было дело шланг который идет крану был передавлен и поэтому через него не шла вода теперь я его поправил и смотрим я думаю что этого вполне достаточно чтобы помыть руки или инструменты отлично моя система работает теперь когда я знаю что моя система работает я могу заняться эстетическими делами поработать над деталями поставить сюда ручку поставить до замочек поставить сюда другие петли потому что если какие-то не очень либо плохо установлены в общем сейчас начинается мое любимое что я тянусь что я тянусь и что я тянусь и Поскольку это стена регипсовой, мне приходится использовать специальные дюбелябари гипсов, чтобы прикрутить что-либо. Продолжение следует... Ну вот, в принципе, мой маленький автономный умывальник готов. Его здесь реально не хватало, чтобы в конце дня помыть лицо или руки и спокойно ехать домой. Осталось только поработать над системой доставки воды в основной резервуар. Пока что у меня там где-то 20 литров, я думаю, что мне хватит этого надолго. Сегодня время убирать мою мастерскую у меня уже нет, я закончил довольно поздно, поэтому еду сразу домой. И напоследок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok